Еще раз здравствуйте, друзья, это Утро в Петербурге, и сейчас мы с вами с утра пораньше, без виз и билетов, отправимся в жаркую Африку. На кинофестивале «Влюбленные в искусство» первое место занял документальный фильм петербурженки Дарьи де Консейсао «Black to U.S.S.A.» об отношениях России и африканского континента. Приветствуем гостю в нашей студии. Доброе-доброе утро. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. И сразу же к вопросам. Вот вы наполовину африканка, ваш папа из Мозамбика. Вот когда вы там впервые побывали на африканском континенте, что вас удивило, что поразило, какие самые яркие впечатления? Ну, впервые я побывала не в этот раз, когда мы совместили как бы мои семейные дела, поездку с киноэкспедицией. Впервые я там побывала, наверное, 12 уже лет назад. Ну, впечатлило абсолютно все. Вот от самообытности, которая там сохранилась. Сейчас очень мало стран вообще на планете, где культура сохранена в таком первозданном виде. Ну, несмотря на то, что там присутствовал европейский какой-то след, все равно очень много вот исконного африканского. Его так хотелось когда-то запечатлеть. Но когда я уже получила кинообразование, святое дело. Да. Вы родились в Ленинграде, да, но родственники ваши многие в Мозамбике, да? Ну, у меня есть родственники и здесь, и в Мозамбике. То есть семья... И как раз, в частности, о вашей семье вот эта картина, да? Вы пообщались с вашими родственниками, с соратником Нельсона Манделла, с российским послом, да, в ходе съемок. С кем еще удалось поговорить и вот какие самые яркие были встречи? Ну, у нас вообще такая была очень насыщенная экспедиция. Я ее затрудняюсь полностью считать, потому что действительно очень такой теплый был прием, семейный. И атмосфера, которая была в Мозамбике, такая теплая, она перемежалась с политическими какими-то диалогами, разговорами, размышлениями, действительно, с членами правительства ЮАР. Вот, да, соратник Манделлы, они вместе сидели в одной камере, как политзаключенные. В общем, они лидеры борьбы с апартеитом. И Советский Союз, конечно, оказал неоценимую помощь. Они очень благодарны. И потом, когда они уже встали на ноги, как политические деятели, они приглашали Большой театр в ЮАР. Очень внимательно относятся вообще к диалогу с Россией. И сейчас скоро будет саммит Россия-Африка. Но мы знаем, что вообще СССР очень помог Африке в так называемый постколониальный период. Были установлены экономические связи, вот культурные как раз связи. А о чем еще ваш фильм, вот помимо того, что мы уже перечислили? Ну, во-первых, грустно осознавать, что за 30 лет, в принципе, вот эти вот связи, они были немножко утеряны на политическом уровне. А на человеческом, наверное, это и есть миссия режиссеров, искать их и как бы возрождать даже, можно сказать. Ну, семейные связи никуда никогда не денутся. Вот. Поэтому о чем? О том, что культуры, они, если уже соединились, то они уже и никогда не будут разлучены. И такая мысль, бегущая строка, вот, которая, может быть, не озвучена, что Россия победила фашизм, Советский Союз победил фашизм не только на этом континенте. И вот, как бы так, поженили название фашизмом и Гитлера, на самом деле, фашизму 200-300 лет. А вот если африканцев на улице остановить, сказать, Россия, что ты знаешь современного, что он назовет? Ну, Африка большая, я думаю, что, как бы, так очень сложно. Даже Мозамбик и ЮАР очень разные. Ну, конечно, да. ЮАР более агрессивный вообще, в принципе, к белым, потому что нужно копать историю. Ну, апротеи, да, 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 все-таки. Да, и, видимо, Британская империя постаралась, раз такое отношение. Вот, ну, в Мозамбике другое отношение, потому что последний белый человек, который там был, это прекрасный, добрый советский человек. Ага, а вот мы так поняли, что в вашем фильме там и песни советские русские поют, да, и вспоминают кухню советскую. То есть очень, ну, какое-то ностальгическое отношение с СССР. Да, ну, плюс еще герои фильма, это же только еще и личная история, они учились здесь. Кто-то в Ростове, кто-то в Минске, кто-то в Москве, кто-то в Одессе. И это в любом случае молодость и студенчество, у любого человека это лучшее время в жизни. Ну, Африка, как известно, не очень богатый континент, ну, по крайней мере, там далеко не все страны. Но, тем не менее, вот, я так понимаю, у вашей бабушки 12 детей, а, ну, в России 2, 3, 4, это уже редкость. Вот как вы думаете, в чем разница, почему, казалось бы, такая большая разница в количестве детей, казалось бы? Ну, начинаем с самого простого. Ну, во-первых, поколение бабушек и в России достаточно многодетное, ну, про бабушек точно. У моей всего 2 было, моя мама, дочь. Ну, как-то так, да. У моей бабушки тоже, а вот у прабабушки моей, русские прабабушки, многодетные. То есть, я думаю, что это цивилизационный шаг, а не особенности Африки. В России, там, условно говоря, Менделеев был 18-й. Я была, вот, пару лет назад была на Занзибаре, и там, как раз с Масаями общались, и вот у них в семье много детей, там, по 7, по 8, по 6, вот нет такого, что 2-3. Ну, нет, как раз сейчас современное африканское, так сказать, население, 2-3 ребенка. Ясно, ну, просто время такое, в общем. Время такое, да. Что будете дальше снимать, какие планы? Ну, вообще есть логика проекта. Если мы сняли про чернокожих героев, которые или стали какими-то большими политическими деятелями, или просто вспоминают обучение в СССР, то сейчас хочется снять про специалистов, которые там помогали строить какие-то гуманитарные вещи, военные специалисты. Вот, то есть мы будем искать героев, которые там работают. Серия эта продолжится, да? Да, продолжится. Мне кажется, очень вовремя, очень нужно, и, наверное, сейчас Россия будет свои связи с Африкой только укреплять в ближайшие... Африкой только укреплять в ближайшее время.